Мне было всего 14, и я училась в 9 классе, когда эти лихие братья – Фирос, Санджай, Самир, Шахрук и их кузены – стали нашими соседями в районе Джуху, Мумбаи. Однажды утром я пошла на пляж прогуляться с подругой и увидела Аббаса – это настоящее имя Санджая, идущего впереди по берегу. Он, словно почувствовав нас, обернулся и что-то написал палкой на песке. Мы поспешили прочитать. «Привет!» – гласила надпись. Подруга взяла палочку и написала еще одно «привет» рядом. Когда мы возвращались домой, я услышала позади нас низкий голос. «Можно с вами познакомиться?» «Конечно!» – воскликнула подруга. Позже, когда она ушла, Аббас спросил. «Выпьем кофе вечером?» Я просто кивнула. Зарина вспоминает свое первое свидание и тот закат с 18-летним Санджаем. Он стоял на пляже в белой рубашке и белых брюках с книгой Толстого в руке. И вот я, загорелая в блузке с открытыми плечами и трехъярусной юбке. Пока мы шли, он рассказал мне историю своей жизни. Я слушала, как загипнотизированная. На второй день очарованный Санджай сделал ей предложение. Я ответила, что если у меня возникнут чувства к нему через год, то скажу «да». Он был впечатлен умным ответом и решил, что должен сделать ее своей девушкой. Зарина начала работать моделью и была разрекламирована как следующая мисс Индия. «Персис Хамбата, супермодель, даже хотела взять меня в Лондон по двухлетнему контракту, но мой парень был настолько властным, что сказал «либо Лондон, либо я». «Я выбрала его, чему очень рада. Сегодня у меня есть семья». Улыбается Зарина, бросившая карьеру модели в 17 лет. Молодая пара начала жить в скромной квартире, где им пришлось платить 400 рупий каждый месяц. Мы не могли себе этого позволить. Поэтому взяли на подселение его двоюродного брата Балраджа Сахани, который платил 250 рупий. «Наша арендованная квартира оказалась удачливой». Вскоре Аббас начал подписывать фильмы. В начале 60-х случился «Дружба» Сатьена Босса и «Реальность» Четана Ананда. Оба фильма отметили серебряный юбилей, 25 недель проката. А Аббас стал известен как серебряная юбилейная звезда, вспоминает Зарина. Они поженились 16 апреля 1966 года и родили четверых детей – дочерей Фару, Симону и Сюзанну и сына Зайда. В конце 70-х, когда Зарина была беременна сыном Зайдом, ныне известный актер Зайд Кхан, ей пришлось столкнуться с невообразимым позором. В прессе начали ходить слухи о романе Санджая с героиней по фильму «Абдула» Зинат Аман. «Для меня это было большим ударом. Я пережила много эмоциональных потрясений, когда носила Зайда, признается Зарина. Но у меня была уверенность в себе. Я носила 15-сантиметровые каблуки на девятом месяце беременности, чтобы быть стильной. Внутри я была убита горем, но держалась стойко и храбро. Даже занялась дизайном интерьеров. Чтобы предотвратить разрушение семьи, пришлось устроить Санджаю истерику и поставить ультиматум, что уйду из дома. Вот тогда все нормализовалось», – откровенно признается Зарина. «Роман Санджая Кхана и Зинат Аман закончился после их печально известной ссоры в пятизвездочном отеле. СМИ были к нему несправедливы. Они выставили Аббаса настоящим злом, защищает мужа Зарина, мягко добавляя. «Теперь, оглядываясь назад, я чувствую себя плохо. Я даже поздоровалась с ней». Зинат. «Сегодня она счастлива. Я счастлива. Жизнь продолжается. Все кончено». Позже семью ждало еще одно испытание. 8 февраля 1989 года, когда Санджай снимался для мега-сериала «Меч типу Султана», в Premiere Studios вспыхнул пожар. Он получил 65% ожогов. Врач сказал, у него всего 10% шанс на выживание. «Мой мир раскололся. Когда я вошла в комнату, то даже не узнала этого некогда красивого мужчину. Но мы поддерживали друг друга. Мой покровитель Саи Баба помог Санджаю пережить 13 месяцев госпитализации и 72 операции». Зарина была образцом для подражания для своих дочерей, особенно Сюзанны Рошан, ныне бывшей супруги суперзвезды Ритика Рошана. Когда Сюзанна была не в форме, с двумя торчащими передними зубами, молодой Дуггу Ритик Рошан сказал своим друзьям, «Она та девушка, на которой я женюсь». Он был с Сюзанной с тех пор, как заикался и был никем, даже не думая, что станет актером. Именно она подтолкнула его к славе, вела по тропинке к успеху. Зарина уверена, что они созданы друг для друга. Когда фильм «Скажи, что любишь» готовился к выходу, Сюзанна пообещала воздерживаться от сладости ради успеха Ритика. Ритик женился на ней вскоре после релиза фильма. «Дугу зависит исключительно от Суси. Дикий ветер может налететь на их дом, но никогда его не разрушит», сказала Зарина в интервью журналистке Фархане Фарук в сентябре 2012 года. К сожалению, пару лет спустя Ритик и Сюзанна все же развелись. На сегодня все. С вами была Мила. До новых встреч!